Исламская республика Иран Наша внешняя политика базирована на двух основах. Мы по отношению к никому не совершаем акт насилия и не принимаем никакого насилия. Но мы наоборот видим, что некоторые государства в мире, которые в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, для обеспечения своих интересов стараются навязывать другим странам свои нормы, свои правила. И в числе их деяний, как говорится, это приостановить всякое развитие для Исламской республики Иран. Это касается экономического, промышленного и технологического развития и сотрудничества. Чтобы Иран не стал примером для тех стран, которые, ну, американский геомонизм на них распространяется, распространяется и они, ну, имеют молчаливые согласия. Мы официально заявляем о том, что у нас миролюбивые гуманитарные цели и, невезирая на никакие угрозы, будем продолжать свой путь, свою работу. И поэтому, естественно, мы не боимся вот никакого насилия, никакого геомонизма ни из какой страны и, в частности, американского геомонизма. Опыт Израиля в совершении террористических актов во всем мире известен всем. И в совершении террористических актов они не признают никаких принципов, никаких правил израильтянам. Не надо забывать о том, что террористические, то есть израильские агенты в недавнем прошлом, в арабских эмаратах, совершили террористический акт против одного из руководителей палестинского движения. Вот теми агентами, у кого были американские и европейские паспорта. И поэтому этими же своими действиями израильтяне хотят проадресовать свои террористические акты Ирану. И хотят это преподнести как ответный шаг иранской стороны, то есть против террористических актов израильской, то есть разведки, против иранских ученых, которые задействованы в этом. По этому вопросу до всех этих событий я прочитал статью одного российского гражданина о вероятности такого развития события, о том, чтобы израильтяне уже начали проводить террористические акты и проадресовать это Ирану. Это говорит о том, что они так часто были замещены в таких вопросах, что даже российские писатели, российские исследователи тоже об этом уже говорят. Но мы не отвечаем террором на их террор, ну, наших ученых. Мы, естественно, ответим, ну, в политической и в экономической аренах. Сначала иранская сторона, иранский межлист стремился подтвердить и принять законопроект относительно, то есть о запрете поставки нефти европейской, иранской нефти европейским странам. Я считаю, что Европа допустила ошибку, потому что политизировать энергетические вопросы – это не в пользу народу. Хочу отметить, что если покупатели могут объявить эмбарго на продавцов, поставщиков, тогда и поставщики тоже могут пользоваться этим же правом. Это политическая игра, проиграющая сторона, естественно, это покупатели-энергоносители. Но правительство Ирана по соображениям гуманитарных целей, и исходя из того, что в этом году в Европе была суровая зима, пока попросили, чтобы принятие этого закона было отложено временно. В иранской оборонной доктрине никакого места не имеет ядерное оружие, и создание ядерного оружия. И поэтому мы не оцениваем временной фактор о том, что когда можем создавать атомное оружие. С другой стороны, мы слышим об этих прогнозах от одного года до десяти лет, каждый день повторяют. Но они не обращают внимания на то, если бы Иран хотел создать атомное или ядерное оружие, зачем тогда подписал соглашение День-Яу? Зачем? Ему нужно. Потому что мы могли тоже действовать, как те страны, которые имеют ядерное оружие, и не входят в День-Яу. Их знаете, какие? Мы оцениваем Израиль как российский режим, узурпаторский режим, который насильственно захватил палестинские территории. То есть незаконный режим вообще. Мы считаем, что как был уничтожен режим апартеида в Южноафриканской республике, такая судьба и постигнет Израиль. Потому что у нас открытая позиция, прозрачная позиция. Мы объявляем о том, что израильский режим неприемлемый нам. И поэтому они все время говорят и выдвигают такие угрозы, даже нападение на бушерскую АЭС. На это они не имеют никакого права. И другие, на другие объекты, ядерные объекты Ирана. Я хочу сказать, что американский гегемонизм в настоящее время ставится под вопросом только двумя государствами. Россия и Иран. Но я вас уверяю, что американцы делят все от них зависящее, чтобы сломить это сопротивление. Сейчас в Соединенных Штатах Америки долгов этой страны больше, чем у какой-либо другой страны. Сейчас мы видим состояние положения в Греции. Эта страна как-то должна, несколько миллиардов долларов, мы видим какое положение плачевное у этой страны. И навязывают этой стране всякие ограничения, экономические ограничения, чтобы они выбрали политику экономии. Но мы видим, что долгов в Америке так много, что в течение многих лет не может погасить. Но мы видим, что многомиллиардные, многотриллионные деньги тратят на оружие, на создание оружия. И поэтому, естественно, нет никакого сомнения в том, что они тратят несколько миллиардов долларов для развития службы против России, против Ирана. Их стратегия в отношении Ирана – это свержение нынешнего режима в Иране. Это однозначно. Потому что они хотят, чтобы Иран, как во время шахского правления, был ставленником, сателлитом Соединенных Штатов Америки. А американская стратегия в отношении России – это дополнительное расчленение России. У меня в этом отношении нет никакого сомнения. Они открыты или закрыты, прямо или непосредственно. Они, ну, сотни миллиардов долларов, они тратят на такую цену. Иран, как мощная страна на юге России, дает проникновение для наркобизнеса, экстремизма, терроризма и вхождения на территории России, в трех территориях России – Кавказ, Каспийскую зону и Средоазиатские республики, чтобы вот этих элементов не было и наемников не было, потому что Иран никак не пропускает эти элементы. Если, ну, Иран будет покорен американцами, тогда, ну, создастся уже очень широкий фронт антироссийский. То, что сейчас происходит в Сирии, там вливают всякие денежные потоки, потоки оружия, потоки наемников, и тогда американцы этими приемами будут пользоваться для России. В отношении Израиля действительно двойной стандарт в мировой политике. Американцы исходят из того, что наличием Израиля в этом регионе они могут контролировать Ближний и Средний Восток. И с помощью, с помощью Израиля там установят уже независимые, ну, правители в этих странах. Другими словами, зависимые вот правители от них. И поэтому американцы сделят все зависующее от них законным путем, незаконным путем. Они стараются поддержать израильский режим при любом развитии событий. Но американцы, когда имели влияние в Иране во время шахского режима, предложили иранскому шаху о создании 23 атомных электростанций для Ирана. Ну, сейчас говорят, вообще Ирану не нужна никакая атомная электростанция. И даже критикуют Россию о том, что Россия помогает в строительстве этих электростанций, Бушерской атомной электростанций. И, ну, они говорят, возможно, уже, ну, другое использование этой АЭС Ирана. Но в то время, когда любой физик, ядерщик знает, что такие электростанции, которые работают на легкой воде, типа Бушерской АЭС, просто имеют мирные назначения. Я хочу сказать, что применение двоих стандартов американцами проводится по всему миру, не только по отношению к Ирану. Мы видим, что они неоднократно ставили вето, накладывали вето на резолюции против Израиля. А мы видим, что президент Обама обещал прекратить новые поселения Израилем на арабских территориях. Он сам обещал. А потом они начали шумиху, когда уже Россия наложила вето на резолюцию против Сирии. Видите, какую шумиху они по всему миру подняли. Но они выступали против того, что погибли 4 тысячи людей, мирного населения в Ливии. А потом своими же бомбежками они уничтожили 40 тысяч в Ливии. Поэтому мы видим, что никакой реакции о гибели 40 тысяч людей, причем городского населения, ни ответа, ни привета, ничего. И поэтому в политике Америки только раздор, разъединение и двуличие. Больше ничего нет.